Субтитры сделал DimaTorzok Я напоминаю вам о том, что наше шоу-распаковка создана для того, чтобы вы могли прислать свои продукты в комментариях под этим видео. Не надо, блядь, каждый раз спрашивать, куда присылать комментарии. Я вам говорю, под этим видео, конкретно под этим, на ютубе, вот, вот здесь вот, да, оп, написали, ссылку вставили, мы купили и все посмотрели. Вот, это мы проговорили, да. Тем не менее, мы сегодня собрали, собрали, собрали ваших любимчиков и будем их сегодня обозревать. Спасибо, что делитесь с нами, вашими фаворитами. Обожаю ваши фавориты, как и вас. Соответственно, я предлагаю, наконец-таки, перейти уже к первому лоту и не пиздеть. Да, пойдемте, поехали, пойдем, пойдемте. Из кадра в пизду. Надо брать. Ну, и что же, наш первый лот, это Vivienne Sabo Cabaret. Тушь всеми известная, всеми уже выдраченная с ног и до головы. И могу вам сказать, что тушь, правда, хорошая. Она очень делает хороший объем, вот, и очень хорошая по качеству за небольшие, неогромные деньги. Крайне ее люблю. И также любят мои подруги, жены олигархов, как я всегда говорю. Но они, правда, жены олигархов, я не шучу. Мои жены олигархов тоже перешли на нее. Раньше они пользовались Шанель Волвьюм, чем только не пользовались. Потом такие, блин, заебатая тушь, пизду. Да, все, верно. Вот это, конечно. Жень, ну, ебаный в рот, откройте мне это говно. Я не могу больше, блядь. Эта палочка-выручалочка ебаная. Так вот, мои подруги, жены олигархов тоже пользуются этой штукой. Я тоже иногда, на самом деле, несмотря на то, что у нее такая лысенькая, да, лысенькая, как прическа у новой телки бывших. Да, как прическа у новой телки бывших, девочки, вы понимаете, да, вот эти вот трипера, два зерна. Вот такая вот лысенькая такая кисточка, да, она очень хорошо прокрашивает наши с вами реснички. Попробуем? Ну, давайте просто без зеркала я так чисто так вот типа надолбанул. Дайте зеркало! Я могу посмотреть зеркало, глаз в моих души. Ну, нет, так не получится. Короче, давайте попробуем нанести на глаза. У меня уже на глазах есть тушь, но так чисто для вас, да, потому что я-то знаю, какая она. А вы нет. Что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. Склейка, сделали видишь, что изменилось, да? Так, ну ладно, короче, давайте попробуем, может, что-то изменится. На самом деле, у меня уже просто здесь и так очень много объема. Вот, поэтому, о, что мы здесь делаем? Ну, вот так вот. У них четыре оттенка, фиолетовый, синий, зеленый и коричневый. Я, на самом деле, не пробовал их цветные туши, но если они такие же по качеству, как черные, то это супер. Тушь эта классная, мне она нравится, вот, поэтому обратите на нее внимание. Но я, на самом деле, уверен, что вы все о ней уже знаете. Мне кажется, они могут ее не знать только, хотел сказать, в регионах, но потом подумал, почему в регионах ее не знают. Мне кажется, как раз-таки вот девчонки из регионов первыми ее и попробовали, и разрекламировали так, что она вышла уже на такой более глобальный рынок. Мы не оскорбляем регионов, но просто вы сами понимаете, все понимают, о чем я говорю, правильно, сейчас начнется. А что вы? Какого-то плохого мнения? Я не плохого мнения, блядь, просто я говорю, что вы были первооткрывателями. Вы супер, региона, вы супер. Вот, тем не менее. Это, я не знаю, это хорошая пудра, но мы ее сегодня не обозреваем, поэтому забудьте. Вот, соответственно, тушка барре, чик-чик, сводчик с эффектом сценического объема. Вся наша жизнь театр, мы актеры, а все остальное это сцена. Ее попадаются то ли пидорасы, то ли хорошие люди, но их в меньшинстве. 466 рублей за вот эту вот прелесть. Я считаю, что надо брать, потому что я уже давно ее знаю, это уже такой проверенный продукт, поэтому я говорю, разумеется, надо брать. Переходим к следующему лоту. Хули бы сидеть, кстати. Надо брать. Наш следующий лот, это моя любимейшая Настенька. Настя Беверли Хиллс, да? Беверли Хиллс, а имя такое, знаете, Настя, блядь. Анастасия Беверли Хиллс. Настя съебалась в Беверли. Здесь у нас в этом наборе три продукта. Сейчас вам покажу, каких. Давайте я сразу достану, потому что мне как-то тяжеловато вот это вот все. С каждым разом мне все больше, тяжелее и тяжелее, знаете, все это раскрывать. Я не понимаю, мне так очень стаи. Просто не могу. Ладно. Тем не менее, у нас с вами здесь три продукта. Такая достаточно увесистая тушь. Это я с собой забираю тоже, свою прикроватную косметичку. Первое у нас с вами Броу Дефайндер. Броу Дефайндер это у нас, значит, такая штучка, которую вы можете начертить себе. Брови жирные мои, да? Вот этот вот блондский лес, блядь. Броу Дефайндер, по-русски говоря, это вот такой вот карандашик жирненький. Я его люблю. У меня всегда он в оттенке тройка. Вот так вот вы себе нафигачили на глаза, и бровь у вас имеет очертание. Видите разницу? Здесь у меня теперь такая понасыщенней, да? Вот так вот я вам покажу. Вот здесь понасыщенней теперь, а здесь... Ну, здесь тоже делаем давайте понасыщенней. Причем он разнобровый. Классный карандаш, я его очень люблю. У меня оттенок тройка, по-моему, а этот какой? Этот мне... Это софт браун. Я постоянно путаю его с... Господи, путаю его знаете с кем? Бенефит. У меня там оттенка тройка, номер три. А это... Это Анастасия Баврилл Хилл. Здесь софт браун. Софт браун это для шатенок, да? Вот, классно подходит. Я его себе забираю. Что касается этого карандаша, он такой, знаете, на маленькие такие пёзные бровеньки. Такие вот маленькие, такие пук. Такой совсем. Такой, знаете, для той категории дам, которые свои брови все сбрили в нулевых и теперь ходят без бровей. И отчерчивают те волоски, которые остались. Вот. Он для чего у нас? Он у нас отлично подходит для прорисовывания контура. Ну, вот здесь вот, например, да, внизу. Ну, и также сделать какие-то такие легкие волоски, вот типа вот такого, да? Тоже классный. Я люблю очень карандаши от Анастасии Баврили-Хиллз. Именно этот цвет. Мне он нравится, поэтому я их забираю себе домой. И что у нас последнее? Последнее у нас с вами тушь. Тушь такая, знаете, тяжелая, дорогая, увесистая. Такая она прям вот богатая. Тушь, богатая жизнь, это эта тушь. Вот. Давайте посмотрим на кисточку. Кисточка у нас вот такая. Какая тушь, что я несу? Я думаю вообще о другом. Это не тушь, это же для, господи, для бровей. У нас же бровный набор. Ну, какая это тушь? Это гель для бровей. Гель для бровей у меня его не было. Вот. Я не пользуюсь просто гелем для бровей, но куда мне укладывать этот пиздец, понимаете? Что мне там укладывать? У меня уже все так уложено. Давайте нанесем. Значит, вот такой вот у нас гель для бровей. Приятный, на самом деле, по текстуре. Приятная кисточка. По гелю для бровей, ребят, честно, не могу вам ничего сказать, потому что я не пользуюсь ими, я не понимаю, хороший он или нет. Ну, наверное, наверное, да. Сама косметика по себе, она классная. И я думаю, что и гель для бровей у них тоже неплохой. За эти два карандаша я ручаюсь. Они реально крутые по цветопередаче, не рыжат, в меру холодные. И, знаете, прям реально хорошо ложатся. Гель для бровей, честно, не знаю, не пользуюсь. Тем не менее, за 2758 рублей, считаю, что это отличная совершенно цена. Отличная совершенно вот такая вот палеточка, которая 100% найдет применение у вас, собственно, в вашей прикроватной полке дома, как я всегда говорю. Я ставлю, разумеется, лайк. Я очень люблю Анастасию Беверли-Хиллз, поэтому Жадор обязательно надо брать. Я говорю, надо брать. И переходим к следующему лоту. Надо брать. Следующий лот у нас это Modern Renaissance. Это палетка для ваших глаз. Вот, также от Анастасии Беверли-Хиллз. И у них тоже всегда потрясающие тени. Приятная упаковка такая бархатистая, да? Тени показываю вам. У меня такие дома, по-моему, уже есть. Cyprus. Cyprus. Да, у меня есть такие тени дома. Уже раздрученные. Поэтому, в принципе, можно будет забрать с собой. Такие вот тени. Классные совершенно оттенки. Разные, подходящие под любой день. То есть, да, вот здесь, например, вот этот дневной, предположим, да? С золотинкой, с легкой. Можно много чего себе нафигачить и сделать даже какой-то фантазийный макияж. Включая в себя какую-то, да, безграничную грань колористик, является рубрика. Вот. Ну, вот так вот мы разъебали немного вот эту вот всю пизню. Давайте что-нибудь нанесем. Давайте нанесем, я возьму Cyprus Amber, да? Вот так вот я возьму его. Видите, какие они пигментированные? Я чуть-чуть только туда вот занес. Посмотрите, какой пигмент уже плотный. Это, знаете, что? Это пиздатое качество называется. Так вот я вам сейчас балбану, покажу, да? Тенюшку вот эту вот теньку. Давайте еще, ладно, чуть-чуть мазим. Такую вот тень мы сделаем. И вот здесь вот такой вот тоже мы сделаем тень. И она такая, знаете, деликатная, без какого-либо изъеба. Приятная? Приятная. Что касается у нас, вот здесь, смотрите. Я вам советую миксовать его с вер... Vermeer. Цвет Vermeer. Вот так вот его берете и наносите поверх. И посмотрите, какая красота у нас получается. Видите? Растушевываете. Здесь у нас получается блик, а здесь у нас с вами получается коричневое такое основание. Либо вы можете, кстати говоря, замешать с цветом Primavera и добавить себе немножко золота на глаза. И вот так вот все вместе миксануть, и у вас получится такой вот цвет, да? Такое вот золото. Такое теплое с холодным золотом. Вот. Я люблю эту палетку. Единственное, помните о том, что не нужно много прям ее дрочить. Потому что она очень пигментированная, ее надолго хватает. Она хорошо тушуется, но она очень пигментированная. Вот. И не нужно думать, что это, знаете, такие вот савдеповские тени, которые нужно прям... Ни в коем разе этого мы не делаем, потому что у вас как бы... Ну, покажу вам, ладно, ради примера. Вот просто я возьму вот так кисточкой. Смотрите. Например, да, я беру вот так вот. Тень называется, как она называется? Real Guard цвет, да? Я вот так вот два раза делаю. Посмотрите, я наношу. Уже, видите, как пигментировано очень сильно. То есть я только чуть-чуть так чикнул, и уже пиздец. Вот. Поэтому как бы растушевываются, как вы видите, они тоже хорошо. Вот. Тем не менее, я вам просто говорю к тому, чтобы вы ни в коем разе не стали вот как-то вот так вот это самое. Иначе вы себе нанесете на глаза куски говна, а не тени. Тени эти стоят 3532 рубля. Я определенно говорю, надо брать, потому что это очень хорошее качество, это очень хорошая тушевка, это очень хороший пигмент. Вот. Я говорю, надо брать. Тени Jador, как и сам бренд. Вот. Поэтому надо брать. И предлагаю переходить к следующему лоту. Надо брать. Ну, и что же, наш следующий лот, это вот такие вот тени от бренда Nedge Oliari. Это мелкодисперсные тени. Такие вот, знаете, с эффектом мокрого глаза. Открыл не с той стороны. Хорошо. Мы переоткрываем. Откроем, стой. Оп. Открыли, стой. Вот. Такие вот тени. Сейчас я вам покажу их. Боже мой, такая приятная упаковочка. Это тени с гиалуроновой кислотой. Они такого, знаете, темного цвета, черные. Для таких, знаете, смоки. Значит, такой вот темный у нас цвет. Это совсем такие черные тени. Прям такой, как уголек. Что могу вам сказать? Для меня черные тени за такую цену, это слишком дорого. За 1200 просто одна черная тень, ну да, она хорошо пигментированная. Да, они с гиалуроновой кислотой, да, они приятные. Но, ребят, за 1200 рублей, даже несмотря на то, что это все красиво, это все приятно, это на магнитике, понимаете, это все вот так вот дорого. У кого есть деньги, я бы себе купил. Но я просто думаю о тех людях, которые, ну, для которых это прям, да, какая-то большая сумма. Поэтому я могу вам сказать смело, совершенно за черные тени 1200. Ну, слушайте, лучше уж добавить еще, да, там, тысячу с чем-то и купить себе полноценную Анастасия Баврли-Хиллз. Очень дорого, и я этот бренд не особо знаю, чтобы мне за него прям говорить, да, у них все круто. Нет, поэтому, ребят, за черные тени 1200 дорого. Это неплохо, но это очень дорого, поэтому брать не нужно. Вот, предлагаю вам переходить к следующему лоту. Рекламная пауза. Товарищи, вы знаете, что каждую программу я стараюсь поднимать вам настроение и готовлю для вас еженедельный развлекательный контент. Но сегодня я хотел бы поговорить о более серьезных вещах, у кого из нас не было херового настроения, кому не имели нервы до белого коленя, пассии, коллеги, и кто из нас вообще хотя бы раз в жизни не волновался о близке. Как же мы сами, я всегда задаюсь вопросом, мы всегда говорю вам о том, что себя нужно любить прежде всего. И раз уж пошел такой спич, предлагаю немного забраться к вам в голову и поговорить о психологии и психотерапии. Ни для кого не секрет, что в современном мире обращаться к психологу это норма жизни. И по статистике уже более 40% россиян хотя бы раз в жизни обращались к психологу. Но как найти подходящего специалиста? Да хер его знает, сказал бы я, если бы не знал, что в Ане ясно. Да, и я предлагаю вам сегодня всем месяц зарегистрироваться там и скажу вам честно, что это настоящая палочка-выручалочка от нервных срывов и прочей головной и душевной гандавни. Профессиональный онлайн-сервис по подбору психологов ясно – это настоящий мастхэп. Удобный доодуре интерфейс помогает выбрать специалиста под запрос и характер проблемы. Поскольку ясно делается психологами, это вам не вшивый маркетплейс, а настоящее профессиональное сообщество. В ясно уделяют большое внимание развитию специалистов, организовывают для них лекции именитых психотерапевтов и психиатров и супервизии. А еще у некоторых психологов есть видеопрофили. Так можно в более живом формате познакомиться с человеком еще до встречи и понять его вайб. И при этом не читать длинные описания. В ясно психологи проходят тщательный отбор и все специалисты опытные. Их средний срок консультирования – порядка 7 лет. Сюда не может попасть психолог без опыта или с образованием в виде трехмесячных курсов. И у всех кандидатов проверяют профильные дипломы, стаж, рекомендации от опытных коллег. Ну, чтобы, знаете, девочка не с улицы вас консультировала, а нормальный дипломированный специалист. Ясно, это первый и самый большой в России сервис онлайн-психотерапии. И все сессии проходят на собственной видеоплатформе. Консультацию психологам нельзя записать даже технически, поэтому вы можете не переживать. Это гарантирует конфиденциальность и значит, ваши тайны никто не распространит. В ясно уникальная служба поддержки. Тут работают только психологи, поэтому, если вы хотите, чтобы специалисты для вас подобрали вручную, просто обратитесь туда и вам помогут. Используйте мой промокод «Красиво» для оплаты первой консультации со скидкой 20% при регистрации по ссылке в описании. Будьте счастливы, спокойны и здоровы во всех смыслах и отношениях. Ну а мы продолжаем. Рекламная пауза. Итак, наш следующий лот – это сыворотка «Don't touch my skin» с ретинолом. Я этот бренд знаю, у них очень классные маски для лица. Вот такая вот удобная штучка. Я всегда обращаю внимание на упаковку. Удобно. Это недорого выглядит, но это удобно в том плане, что вы вот куда-то поехали, вот так вот сделали и все. И не нужно вот постоянно что-то там, понимаете, выдумывать какие-то истории. Сыворотка с ретинолом, здесь 0,4% ретинола. Вот такой вот желтый такой, гнойный цвет чуть-чуть. Она абсолютно без запаха, что не может не радовать. Вот, приятная на руке. За 1912 рублей сыворотка с ретинолом. Я считаю, что это недорого. Мне кажется, что это хорошо, плюс это удобно куда-то с собой. Ну, вообще, в принципе, нужен для нашей кожи, для того, чтобы ее выровнять. Да, у кого там есть какие-то там мелкие, там, мелкодисперсные, как это модно говорить. Всякие там, да, постакне, вот, и, возможно, какие-то воспаления и так далее. Вот ретинол как раз таки способствует к выравниванию кожи и как раз таки способствует к куперации воспалительного процесса. За такую цену в такой удобной штуке мне нравится, я говорю, да. И плюс к тому, кстати говоря, у них здесь еще может быть сменная насадка. Вот, поэтому вы можете, ой, сможете докупить себе сменную штуку. Вот, такие вот дела. Я говорю, надо брать, и мы с вами подошли к концу. Сейчас склейка. Блядь, сука. Надо брать. Ну что же, друзья, с вами было шоу «Распаковка. Надо брать». Я надеюсь, что сегодня из этого мира бриллиантов, из этого наоборот. Я надеюсь, что сегодня из этой шлачины выберите свои бриллианты. По мне, так это все, кроме, к сожалению, сегодня вот этих вот теней черного цвета. И то не потому, что они плохие, потому что они просто слишком дорогие. Я вам напоминаю о том, что наша программа создана для того, чтобы вы экономили свой бюджет. И мы тратили свои деньги, а не вы свои. Потом вам в итоге советую. Поэтому присылайте все свои хотелки в виде формата ссылок в описании под этим видео. Вот, и мы будем смотреть, что бы вы хотели попробовать, покупать и тестировать вместе. С вами был я, Алексей Житковский. Шоу «Распаковка. Надо брать». И увидимся в новых выпусках. Значит, хорошие сапоги надо брать. Надо брать.